Матч Матч Рубин Уфа на зимних сборах и обзор встречи Акбар Самур в континентальной хоккейной лиге. Спортивное ориентирование на лыжах, чемпионаты первенства Казани. Начинаем нашу программу, как всегда, с Акбарса и Рубина. Казанские хоккеисты продолжают укреплять свои позиции в Восточной конференции континентальной хоккейной лиги, а футбольный клуб Рубин продолжает подготовку ко второй части сезона первой лиги. Подробнее о зимних футбольных сборах, а также о матче Акбар Самур, далее в своем обзоре расскажет Рустам Габасов. Всем привет, с вами Рустам Габасов и мы возвращаемся с нашей еженедельной рубрикой с обзорами главных матчей Акбарса и Рубина. По традиции, начнем с хоккея. 9 февраля Акбарс принимал в своих стенах Амур. Начало у барсов не задалось. На восьмой минуте игрок Амуя Сергей Лапин открыл счет встречи. Точным броском он сумел поразить ворота Мефтахова. Первый период закончился со счетом 0-1. На первой же минуте второго периода Акбарс пропускает вторую шайбу. Однако сразу же Артем Лукаянов смог размочить счет своей команды. А на 23-й минуте Илья Сафонов с передачей Дмитрия Воронкова сравнивает счет. Команды ушли на перерыв со счетом 2-2. Акбарс чувствовал себя увереннее в последнем периоде. На 52-й минуте, ранее отдавший голевую передачу Дмитрий Воронков, выводит Акбарс вперед. А на 54-й минуте Станислав Галиев создает комфортное преимущество. 4-2 после финальной сирены команда Берелядинова после неудачного начала смогла перевернуть игру и выиграть третий матч подряд. Акбарс закрепился на первом месте в Восточной конференции. А у Рубина вовсе идет подготовка к весенней части сезона футбольной первой лиги. 5-го февраля Рубин стручался с принципиальным соперником футбольным клубом Уфа. Матч проходил на Белс Хотел Спортцентр в турецком Белике. На 27-й минуте защитник уфимцев нарушил правила в своей штрафной. Уверенным ударом Виталий Лисакович реализовал 11-метровый и вывел свою команду вперед. На протяжении всего первого тайма Рубин давил соперника, но им не удавалось поразить ворота Уфы еще раз. Первый тайм закончился со счетом 0-1 в пользу Рубина. После перерыва Рубину удалось удвоить свое преимущество. Лисакович оформляет дубль. В концовке матча Уфе удалось создать пару опасных моментов, но подвела реализация. 0-2. Рубин уверенно подходит к весенней части сезона. Впереди заключительная часть регулярки континентальной хоккейной лиги и начало весенней части сезона футбольной первой лиги. Поэтому оставайтесь с нами. Продолжаем говорить о зимних видах спорта. В лесном массиве Левченко на этих выходных состоялся чемпионат и первенство города Казани по спортивному ориентированию на лыжах. Наш корреспондент Вадим Выборнов тоже соориентировался на месте событий и собрал самое интересное с данного мероприятия. Подробности далее в репортаже. Секунды бегут на циферблате, сердце колотится в бешеном темпе. Звучит сигнал и атлет срывается с места. Так начинается спортивное ориентирование на лыжах. Главная цель атлета – пройти все контрольные точки за минимальное время. Однако маршрут он выбирает сам. Вот наглядный пример. Можно взять слева, можно взять справа и слева. Слева было бы выгоднее. И вот участник, кто выгодный самый вариант выберет, тот и выиграет. Поучаствовать в забеге спортсмены могли 11 и 12 февраля в лесном массиве Левченко. В чемпионате были представлены все возрастные категории. Наравне со студентами соревновались школьники и пенсионеры. Участвовать могут все. Темы хорошие, спортивно ориентированные, что участвовать могут как дети очень маленькие, так и взрослые, которые давно уже на пенсии. Однако забег прошел с осложнениями. Рыхлый снег мешал участникам быстро проходить дистанцию. Самое сложное, наверное, погодные условия, потому что лыжи не катят, снег забивается под ботинки. Среди студентов лучший результат показал учащийся Казанского государственного архитектурного университета. Кандидат к мастера спорта и призер чемпионата Республики Татарстан по спортивному ориентированию Игорь Багаев. Опыт позволил ему без особых усилий найти самый оптимальный маршрут и пройти дистанцию без проблем. В первый день он прошел дистанцию с весомым отрывом в 57 секунд. Второй день был напряженнее. Он смог выхватить победу из рук соперника и пришел с отрывом в одну секунду. Среди йоу-барсов быстрее всех пришел кандидат в мастера спорта Кирилл Пушин. Отсутствие постоянных тренировок пагубно отразилось на его форме. Именно поэтому он занял шестое и седьмое место. Вадим Выборнов. Неделя спорта. Продолжаем нашу программу и теперь поговорим об оставшейся части сезона. О второй его части и поговорим не с кем-нибудь. Во-первых, со студентом года Казанского федерального университета. Во-вторых, со студентом года Республики Татарстан. В-третьих, председателем студенческого спортивного клуба «Казанские йоу-барсы». Ну и просто хорошим человеком. Это можно сказать, вот это первое надо было. Никита Лихачевым. Никита, тебе большой привет. Да, привет. Я вначале хотел так оглянуться по сторонам, где эти все люди, которые ты перечисляешь. Но потом, да, спасибо. Всегда рад у вас в студии оказаться. Поздравляем с новым титулом. Получается, два раза ты упомянул то, что Месси взял Кубок Мира. Два раза ты упомянул то, что ты стал студентом года. Прежде чем перейдем к вопросам о продолжении сезона, повторишь ли ты путь нашего коллеги Дениса Давыдова, станешь ли студентом года России? Это очень сложный вопрос. Я думаю, что надо решать задачи по мере поступления. Сейчас главная задача у нас провести достойный сезон. Это и спартакиады, это и сборная, чтобы нас все благополучно доиграли и куда-нибудь там попали в призы, как минимум. И чемпионат ССК, конечно, в самом разгаре, буквально, знаешь, туда-сюда, с чемпионата, на интервью и так далее. В общем, каждый день такой график. О чемпионате ССК поговорим чуть позже. Недавно завершилась жеребьевка. Давай о других интересных темах, о хоккее и баскетболе. Начнем с более приятного, с хоккея. Возобновление сезона студенческой хоккейной лиги. 19-0 против медицинского университета. Твои комментарии по поводу такого результата. Ну и в целом по сезону, так как 4 побед подряд. Да, слушай, да, ничего на самом деле неожиданного нет. Традиционно мы с медиками в хоккей играем крупно. В общем, да и в футбол. Медиков, я думаю, что в любом случае надо поблагодарить, да. Когда команда... Ну, слушай, и в футболе мы часто такое видим, что бывает команды на голову сильнее. Все-таки у нас ребята почти все с профессиональным таким прошлым, с бэкграундным, с хорошим, постоянно тренируются. У нас постоянно турниры. То есть мы не только в СХЛ играем, да, мы в различных лигах и ПЛХЛ. Ну, об этом тоже можно сказать, да. Например, не так давно, если смотреть, помимо победной серии, последнее как раз-таки поражение, если я не ошибаюсь, было от лидера вообще ПЛХЛ дивизиона АБ команды Гагарин, которая, в принципе, укреплена очень-очень неплохо. И то там 2-4 ребята уступили в равном матче. То есть здесь стоит отметить... Ну, это речь про ПЛХЛ. Нас как бы больше интересует СХЛ. От ПЛХЛ про Гагарин можно сказать то, что там Илья Харитонов когда-то играл и, по-моему, тренируется. Да, недавно, кстати, Илья Харитонов был тренером команды Акбарса, ну, команды систем Акбарса на первом международном турнире в Казанском среди мусульманских стран по хоккею с шайбой. О, как. Вот, да, он там был в роли главной. Поэтому у человека такой опыт сейчас есть, да, что, как говорится, вот в КФО воспитали, я бы сказал, но... Это, знаешь, можно спокойно приплести к нашей постоянной программе КФО Лайф, которая уходит тоже на нашем канале, для абитуриентов как раз-таки. Видите, выпускник Института геологии и нефтегазовой технологии работает в такой системе Акбарса и достаточно хорошо себя проявляет, как хоккеист и как геолог тоже. Да, да, поэтому как бы, ну, во-первых, наверное, все-таки Илья себя сам воспитал, но, ты знаешь, можем в любой непонятной ситуации... Альмаматер всегда влияет. Да, как Рубин уже второй год на СММ за счет ХВИЧа только выезжает в ТикТоке и все. Вот, если говорить про СХЛ, достаточно закономерно, у нас очень сильный состав и самое главное в студенческих вообще лигах, любой вид спорта взять, это постоянный игровой опыт. У нас ребята с постоянным игровым опытом, то есть всю неделю по несколько игр, да, плюс тренировки, плюс, ну, действительно хорошая селекция Алексея Николаевича Ливанова и его чуткий надзор. Это действительно решает и все-таки медикам респект за то, что, в принципе, собирают команды, за то, что играют, то есть всегда будет кто-то сильнее, кто-то слабее. Здесь на счет не надо смотреть, как Валерий Васильевич Лобановский всегда говорил, да, счет на табло, но главное, что три очка есть. Вот, поэтому здесь закономерно и желаю ребятам, конечно, успехов. Должны, должны дальше зацепляться, должны побеждать. Очень крепкий состав и, ну, действительно закономерная победа. Вдобавок, еще у Казанского федерального университета в этом году защита титула студенческой хоккейной риги. Перейдем к чемпионату АСБ. Регулярный чемпионат у них уже подходит к концу. Наши сборные, ну, не сказать, что хорошо себя проявляют. Особенно мужскую сборную здесь можно выделить, но с негативной точки зрения. Игра совершенно не идет. Слушай, ну, опять же, как смотреть на это все? У нас сейчас идет, я бы не сказал, перерождение команд, да, но сейчас идет такой промежуточный период. У нас уже, действительно, у нас нет таких суперярких лидеров, как в свое время, например, Вильшаев, да, Фиерил, который мог там, ну, не сказать, что в одиночку игры вытаскивать, ну, очень много дел для команды. Да, сейчас хороший крепкий состав, ну, действительно, ребят, очень много молодых, обретают опыт, видна тренерская работа, видно, что они пытаются наигрываться, сыгрываются между собой, и много первокурсников присоединились. Поэтому я бы не сказал, что сыграли плохо. Опять же, тут процитирую. Люблю много раз одних и тех же людей цитировать, но здесь не Лионель Месси будет, здесь будет Вадим Евсеев, который закономерно спрашивал, футбол, что ли, в забитии головы заключается? То же самое могу сказать про баскетбол. Разве в закономерных победах здесь могу привести, всегда привожу в пример, вот, например, да, взять команду Половского университета спорта. Ну, у них постоянная победа, но разве это то, что нужно тренировать ребятам? Нет, победа ничего не значит, там важно, например, из ребят воспитывать профессиональных спортсменов. У нас другие задачи, у нас давать возможность ребятам, многим, тем, кто, может быть, не дотягивает, да, развиваться, а тем, кто тянет планку, пытаться набирать опыт. Поэтому я думаю, что, опять же, мы через год, в следующем году увидим совершенно другую команду, намного сильнее. Вот, а у девочек стоит отметить, да, тоже тут все-таки перестановки были связаны с тем, что сейчас в первую очередь и лидеры ушли, да, например, Фаеря Галимова и Дарья Ашгибисова, да, многолетние лидеры, вот они, собственно... Ну, Диана Галлина успешно похватила. Да, Диана Галлина, но это было, я бы сказал, три мушкетера, или три мушкетерки, как правильно было сказать, да, здесь Диана Галлина, да, и много ребят, девчат, вернее, которые сейчас много очков набирают, да, мы даже видели по последней игре с КГАУ, что есть лидеры, да, но, тем не менее, опять же, где-то хорошо получается, где-то нет. Ну, вот тут, опять же, открою инсайт, что пришла новая форма баскетбольная. О, как. Да, у парней тоже новая форма, но она такая же по дизайну, как была, собственно, в прошлом году, просто ребята обновили, грубо говоря, комплекты. А у девчонок и разминочные, и игровые комплекты будут, и я думаю, что может быть вот здесь, да, что-то новое. Мы обязательно что-нибудь интересное придумаем с юлбарсами, как это все показать, обыграть. И уже с Дариной Митюговой, капитаном команды на связи, я думаю, что это силы придаст. И, опять же, наверное, подчеркну, все-таки я не баскетбольный эксперт, но и наши ребята, и медийка, и активисты всегда будут поддерживать только. И будем всегда за них болеть, независимо от результата. Мы всегда за юлбарсов. И я думаю, что вот эти вот переходные, да, все-таки год, может быть, пару лет, надо подождать, команды сыграются, результаты придут. Про баскетбол, хоккей поговорили. Давай теперь об остальных видах спорта. Каратинечка, что нас ждет, что смотреть, зачем следить, куда ехать. Это я про Саранск сейчас говорю. Да, в первую очередь чемпионаты ССК. Собственно, у нас, во-первых, продолжится и футбольный сезон, если не братья ССК, да, а сборную. У нас начнется мини-футбольный сезон скоро. У нас различные межвузовские соревнования, да, это и ориентирование постоянно, и лыжные соревнования и так далее. Очень много всего следить можно всегда в казанских юлбарсах, на наших соцсетях. Касательно ССК, футбол в самом разгаре, жеребьевку, ну, вы сами все видели, да, у нас прошли жеребьевки по всем необходимым командным видам. Ну, по личным, естественно, все на местах. Ждем бадминтон, ждем настольный теннис, завершение доты, мини-футбол в самом разгаре. Советую приходить, смотреть, поддерживать свои команды. В марте стритбол проведем, собственно, и все гранд-финалы того, чего мы хотели провести по ССК, традиционно проводим в конце марта, примерно в 20-х числах, следите. Ну, и также стоит отметить, что традиционно мы алтимат проведем. Очень многим понравилась в том году эта игра с диском. В общем, призываем всех активно поучаствовать, и если все сложится хорошо, мы впервые внутри университета проведем чемпионат по гандболу. Потому что в Саранск также может поехать, собственно, университет, который хорошо проведет промо-дисциплину гандбол. А так, еще раз подтверждаем, что да, пока по всем, опять же, если что-то не поменяется, по всем договоренностям, по всем утверждениям, суперфинал чемпионата ССК пройдет в Саранске. Поэтому надеемся, что многие наши ребята завоют право защищать частью Барсов на суперфинале в замечательной Мордовии. И, конечно, хотим мы, чтобы по всем главным телеканалам, да, показывали Мордовию-арену прекрасную, и все финалы. Можно одновременно все сразу, и баскетбол, и футбол, и теннис, все проводить одновременно. Если ты имеешь в виду про прекрасные каналы Универ-ТВ, мы постараемся. Это, конечно, в первую очередь все остальные потом. Да, но если что, оргкомитету АССК передаем большой привет. Казань, как всегда, рада вас видеть, если в Мордовии что-то не срастется. Никита Лихачев был у нас сегодня в студии. Никита, большое тебе спасибо, еще раз поздравляем с набранными титулами. И, ну, ждем, наверное, ты станешь чемпионом Кубка КФУ. Я вот не могу без этого, надо сказать. Спасибо большое, но я всегда говорил, буду говорить, что для меня самый важный титул это титулы казанских и у Барса. Все лично, это вторично. Главное, чтобы наши тигры были впереди, побеждали. Я бы еще сказал, хочется, чтобы Юлбарсы выиграли Кубок КФУ. Впереди чемпионат КФУ по мини-футболу, там посмотрим. Хорошо, спасибо тебе. Спасибо. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась Неделя спорта. Что будет дальше? Разумеется, посмотрим. Меня зовут Роман Пленсков, вы смотрели программу Неделя спорта. С возобновлением сезона вас. Счастливо, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова